Приветствую вас, дамы и господа! В этом видео поговорим с вами про прем ПТ-8 британскую G-Sore 1008. Ее продают первый раз, продают сразу с 3D стилем или отдельно, как вам нравится. В прошлый раз ее можно было получить в новогодних коробках. Люди, которые ее получили, в основном говорили, что танчик имбовый. Время показало, что по статистике этот танчик один из лучших среди ПТ-8. Но он так и не оторвался от остальных хороших ПТ-шек. Уместился ровно посерединке между всеми имбовыми ПТ-8. Раз время показало, что танчик хороший, поэтому давайте посмотрим, какие у него плюсы и минусы. И задумаемся, кому он нужен, а кому нет. Самые яркие минусы этого танка. Это очень долгая перезарядка всего барабана. Снаряженный танк перезаряжается примерно 40 секунд. Это очень долго в рамках нынешнего боя. Становится очевидно, что ценность каждого барабана возводится в абсолют. Каждый снаряд в каждом барабане очень важен, поскольку вы попросту можете не успеть поучаствовать в бою, пока заряжаете свои там барабаны. Поэтому этот танчик сразу очевидно не подойдет тем, кто плохо анализирует ситуацию на миникарте, не следит за боем, поскольку на этом танке нужно находиться в нужное время в нужном месте с заряженным барабаном, заранее подготавливая себя к безопасной раздаче снарядиков по вражеским жопкам. При этом нужно максимально резко активизироваться на короткий промежуток времени, а потом на 40 секунд пойти где-нибудь погулять. Следующий минус, который есть у этого танчика, это стабилизация. Стабилизация, конечно же, не очень. Поэтому сходу стрелять, активно ездить и бахать всем подряд, как на СТшке, не получится. Этот параметр лишний раз нам напоминает о том, что мы должны подготовиться к ситуации, которая происходит в бою и уже с места, либо же не особо ворочаясь, раздавить барабан, после чего отправиться на отдых на 40 секунд. Точность и сведения шикарные. Сведение 2.3, точность 0.34. Мы можем подготовить себя и к ближнему бою, мы можем подготовить себя и к снайперским дистанциям на 500 метров. Точность позволяет стрелять на любую дистанцию. А вот пробития нет. Пробитие базовым снарядом 226. Летит он быстро 1000 с хвостиком. Пробитие под калибером голдовым 321. Казалось бы очень много, но на 500 метров 321 превращаются в те же самые 220. Но скорость полета снаряда под калибером гораздо выше, почти 1500. Поэтому вдаль тоже будет стрелять легче. Но под калибер любит рикошетить. Поэтому всякие наклоны лучше не стрелять. А вот ровненькая броня, без всяких там изъянов, это всегда пожалуйста. Альфа у нашего танчика всего лишь 320. В барабане 4 снаряда. И вот уже внутри барабана перезарядка между снарядами очень быстрая. 1280 урона с барабана. Это в принципе можно убить какого-нибудь поцарапанного одноклассника. Нерасторопную семерочку там. Ну или очень потрепанную десятку. Что касаемо обзора, 370. Это нормальное такое значение для ПТ. Ни плохое, ни хорошее. При желании его можно разогнать в очень хорошее, если добавить просветленку. Либо можно проигнорировать улучшение обзора и все оборудование направить в сторону улучшения стрельбы. Что я в принципе и сделал. Но сколько я раз не менял оборудование на этом танчике. В целом ключевые особенности геймплея этого танка остаются на месте. Играешь ты одинаково. А оборудование в принципе половина недоступна на этот танк вообще. А то которое есть, оно влияет конечно такси. Можно сделать танк чуть быстрее, но в принципе он особо быстро ездить не будет. Можно сделать танк чуть точнее, но он в принципе и так точный. Глобально этот танчик никак не изменить оборудованием. Можно чуточку улучшить то, что вам в нем нравится. Поэтому на ютубе можно увидеть абсолютно разные сборки. И на скорость, и на точность, и на обзор. И каждый из этих вариантов рабочий, поскольку люди играют по-разному. А танчик в принципе играется одинаково. Ты на нем не сможешь танковать в позиционных боях, от башенок там и так далее. Ты на нем не сможешь носиться по всей карте и активно играть. Все равно геймплей на танчике остается одинаковый. Мы выходим на четкую раздачу барабана, после чего отдыхаем и гуляем 40 секунд. И так каждый раз. При этом желательно играть на средней дистанции, чтобы в любой момент можно было непосредственно принять участие в любой движухе на карте. При желании можно покемперить, если есть в кого. Можно даже приехать в ближний бой. Но для этого нам нужен какой-нибудь союзник, который будет инициировать, а мы просто его поддержим. На этом танке можно даже иногда танкануть. Но посмотрев броню в коллежин модели, мы приходим к выводу, что брони довольно таки мало, как для восьмого левела. А нормальная броня находится только в скосах башни и корпуса на ВЛД. Там есть закругления всякие, где брони чуть больше. И заставить врага туда стрельнуть практически нереально. Должно повезти. Плюс нужно выставить танчик своеобразным ромбиком, чтобы во внешнюю щеку враги стреляли. И за счет наклона брони снаряд либо отрикошетит, либо не пробьет. По-другому на этом танке никак не танкануть. Этот танк не про танкование. Специально это сделать не получится. Да и когда корпус выкручиваешь, весь борт становится доступен к легкому пробитию. Поэтому желательно это делать из-за укрытия. Ну а в этом бою на фоне вы видели, что я иногда делал это и без укрытия. Если повезет, то враг попадет куда вам надо. В целом танчик годный, но не сказал бы, что на нем очень легко играть. Нужно следить за боем, не расслабляться. И в таком случае он максимально раскрывается. Ну и в конце про фарм этого танчика. Фармит он, честно говоря, так себе, как и все остальные танки. Очень мало примтанчиков сейчас фармят, как раньше, очень много. Их буквально можно пересчитать по пальцам, одной руки. Этот танчик таким не является 100%. Можно, конечно же, на нем выжать максимум, собрать его на обзор, стрелять ББшечками и так далее. Но скажу вам честно, результат очень сильно просядет на этом танке, если вы это сделаете. Да, вы будете больше фармить, но меньше получать удовольствие от боев. Выбор за вами. Сильно много ББшек на нем возить я смысла не вижу, поскольку приходится иногда стрелять вдаль или в бронированные танки. А перезарядка барабана настолько большая, что каждый запоротый выстрел, даже один, очень сильно влияет на то, как вы сыграете бой. Поскольку перезарядка барабана не разрешает вам стрелять лишь бы как-нибудь. Здесь нужно беречь и ценить каждый выстрел. Сведение, точность в этом вам поможет. А вот стабилизация нет. Стабилизация, наоборот, вам будет пороть все выстрелы, если будете стрелять на ходу. Даже вблизи, если враг без брони и вы стреляете на автоприцеле в него, есть шанс, что вы промажете, поскольку прицел будет больше врага. Танчик, безусловно, годный. Для людей, которые хотят много фармить серебра, этот танчик не подходит. А вот для тех, кто готов ради большого количества урона следить за боем, подойдет в самый раз. Танк однозначно достойный. С вами был Варчик. Подписывайтесь, ставьте лайки, играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok